Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, Александр. Всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре, который будет проводить Александр Элдер. Мы, как всегда, с нетерпением ждем этого вебинара. Каждый месяц мы встречаемся. Александр делится своим бесценным опытом с нами, ну а мы, соответственно, его внимаем. Прежде чем мы начнем, я со своей стороны, как всегда, скажу несколько слов. Ну, во-первых, то, с чего мы всегда начинаем, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках, как трейдинг, как инвестиции, они всегда связаны с рисками. Поэтому важно ознакомиться с рисками, прежде чем вы переходите к активной торговли. Ну, этот вопрос также мы в ходе данного вебинара затрагиваем. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, вебинар проводится на платформе компании Admirals. Мы являемся брокером, работаем уже более 20 лет, оказываем услуги по предоставлению возможности трейдинга, инвестиций. То есть все практические инструменты максимально ликвидные, да, и акции, и валюты, и индексы, и сырьевые активы. Мы даем возможность как раз использовать их для трейдинга и также для инвестиций. Платформа ключевая, через которую мы работаем, это MetaTrader. Также есть мобильное приложение, через которое вы можете осуществлять ваши инвестиции. В целом доступно более 8000 инструментов. Мы всегда уделяем большое внимание обучению, поэтому мы очень рады, что Александр раз в месяц проводит с нами этот час, делясь своим опытом. И для того, чтобы вы всегда были в курсе тех важных событий, которые мы проводим в плане обучения. То есть, во-первых, если вы в какой-то момент пропустите запись, например, вебинара, я рекомендую вам подписаться на наш YouTube-канал. Сейчас ссылочку также прикладываю. На нем также будет и информация по конкурсу, в котором мы разыгрываем книгу с автографом Александра. Поэтому, если вы хотите тоже в нем поучаствовать, то обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал. Также важный инструмент, в котором мы также оповещаем всех о начале следующего вебинара, это наш Telegram-канал. Также рекомендую на него подписаться, и там вы всегда будете получать анонсы о новых вебинарах, о новых продуктах, которые появляются. С моей стороны, это все. Единственное, что я еще хотел добавить, у нас также не так давно появилась возможность, как раз этот вопрос был актуален для резидентов России, стран СНГ, или также Европы. Это возможность покупать, например, американский ETF, которые были недоступны или доступны с ограничением. Сейчас у нас запустилась также операционная компания в Иордании, где на ваш инвестиционный счет вы можете это делать, формируя портфель из, пожалуй, самых популярных американских ETF. Если для вас это актуально, то вы всегда можете запросить информацию вашего персонального менеджера, и он вам обязательно с этим поможет. Сегодня мы, как всегда, вначале разберем ключевые инструменты, такие как S&T 500, но вот DAX 30 я здесь не поменял. У нас, кстати, с прошлой недели в DAX вошло еще 10 компаний, теперь это называется DAX 40. Посмотрим евро-доллар, золото, нефть. Также подведем итоги конкурса, объявим победителя и посмотрим на ту бумагу, которая, соответственно, выиграла в конкурсе в этом месяце. Далее мы разберем акции, будет серия ответов на вопросы, которые вы оставляли на нашем YouTube-канале под предыдущим видео. Я расскажу о том, как получить индикаторы Александра, которые будут также проходить сквозь сегодняшний вебинар, то есть по системе Александра, то есть те инструменты, которые Александр использует. Об этом я расскажу уже в конце вебинара и также расскажу про правила конкурса. Это мы оставим на конец вебинара. С моей стороны это все. Александр с нетерпением готов передать слово вам. Очень, скажем так, интересная ситуация на рынке. Сентябрь заканчивается не самым позитивным образом для фондового рынка. Было бы интересно, как всегда, услышать также ваше общее мнение именно по в целом ситуации на рынке, пройтись по отдельным инструментам, потому что сейчас рынок выглядит довольно-таки интересно. Александр, передаю слово вам. Спасибо большое, Роман. Мне это напомнило, что раньше говорили. Было такое проклятие в Одессе, чтобы у тебя была интересная жизнь. Интересно. Насколько я понимаю, в китайском языке слово «опасность» и слово «возможность» – это один иероглиф, только повернутый немножко. Не люблю хвастаться, но могу сказать, что этот сумасшедший сентябрь оказался для меня самым прибыльным месяцем года. А на прошлой неделе у меня была самая прибыльная неделя за весь год. То есть, когда ситуация такая вот трудная на рынке, и если сыграть ее правильно, то это, конечно, хорошо. Я покажу кое-что про прошлую неделю, ну и также, конечно, поговорим о сегодняшней. Вы знаете, одну секунду. Вот, а, я вижу ваш экран. Прекрасно. Классически, классически рынок плохо себя ведет в сентябре. И то, что он делает сейчас, в этом нет никакой новости. Октябрь, так, 50 на 50, и обычно ноябрь-декабрь сильные месяцы. Рынок любит холодную погоду в северном полушарии. Ноябрь, декабрь и первые 4 месяца года. А к маю дела обычно становятся хуже. Но это сезонность, как и сезонность на улице. Среди зимы может быть теплый день, а летом заморозки. Так что я так помню об этих вещах, но стараюсь держать их на дистанции, для общего счета. Я смотрю на график, который вы сейчас показали. СНП, недельный график слева и дневной график справа. Прекрасные графики, просто прекрасные графики. Во-первых, смотрим на дневной слева. Он как раз, по-моему, начинается где-то от февраля-марта 2020 года. Это было дно этой пандемии. И мы видим, как вскоре после этого дна две скользящие средние развернулись. И с тех пор идут в одном направлении. Есть старая американская песня. Вам не нужен синоптик, чтобы сказать, в какую сторону дует ветер. Ветер дует вверх в данном случае. И при этом, при этом, заметьте такую закономерность. Каждые пару месяцев на рынке происходит небольшая паника. И цена падает ниже зоны ценности. Вы знаете, я повторю вкратце то, что я наверняка говорил раньше, поскольку наверняка у нас какие-то новые участники. Цена – это очень просто. Мы смотрим на правый край экрана и говорим, вот, значит, S&P сейчас стоит столько-то и столько-то. Все написано легко. А какова ценность этого рынка? Вот рынок стоит этой цены или не стоит? Он продается выше ценности или ниже ценности? И просуммировать это очень вкратце. Ценность у фундаментальных аналитиков свои подходы, но у технического аналитика, как я, подход такой. Ценность живет в зоне между двумя скользящими среднями. Одна быстрая, другая медленная. Быстрая скользящая средняя, в данном случае красная, это краткосрочное соглашение всех участников рынка. А более медленная линия, синяя в данном случае, это долгосрочное соглашение. И вот это вот зона ценности. И поэтому любой график акций, на которых я смотрю, будь он недельным, дневным или внутридневным, первое, что я замечаю, как торгуется цена? Выше ценности или ниже ценности? Так вот, почти все это время, за последние уже полтора года, почти все время S&P на недельном графике торгуется выше ценности. Но заметьте, каждые пару месяцев небольшая паника, и цена падает в зону ценности. Люди паникуют, выбрасывают свои активы по дешевке. Те, кто поумнее, скупают эти активы, и начинается новая стадия подъема. Набегают новички, покупают уже по верхам, и опять, значит, происходит какое-то вытряхивание, и цена падает в зону ценности. И если вы посмотрите на правый край вот этого левого графика, где Роман сейчас как раз держит свой курсор, вы увидите, что мы находимся в периоде очередной паники. Может быть, приближается конец света, может быть, значит, сейчас на нас упадет астероид и уничтожит все эти рынки. Может быть. А может быть, что это возможность купить подешевле, и подешевле, не подешевле, купить подешевле и снять прибыли попозже, когда толпа набежит. Вот так вот. Я считаю, что это именно такой случай. Происходит очередная распродажа. Мужику нужно купить костюм, и он решает потратить на костюм тысячу долларов. Приходит в магазин, и в магазине распродажа написано всегда тысяча долларов, а на этой неделе только 700. Он говорит, нет, 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 я покупать не буду. Раз понизили цену, значит, что-то не в порядке. Вот такое мышление. Раз понизили цену, значит, что-то не в порядке. Вместо того, чтобы сказать, как повезло. Вот так вот. Недельный график. Смотрим на дневной график. На дневном графике мы видим похожую фигуру, но она, конечно, ярче, потому что дневной график имеет гораздо более... Он более живой. Что произошло? В прошлую неделю, в понедельник, рынок очень сильно упал. Вот этот вот тот штрих, на который как раз показывает роман, и за один день он упал больше, чем раньше он поднимался за пару недель. Паника, все. И очень сильное ралли после этого. То есть люди, которые в панике распродали, побежали покупать уже по более высоким ценам. В понедельник вот эта, так сказать, паническая покупка немножко еще продлилась, когда, значит, цена выскочила, третий бар справа, да, когда цена выскочила выше прежней недели, а вчера, во вторник, очередная паника. Все, значит, на нас падает метеорит, рынка больше не будет. Но почему-то сегодня эта паника не продлилась, не продлилась. Посмотрите, кстати, цены закрытия в предыдущий понедельник и вчера цены закрытия почти одинаковые, да, но при этом сила удара вниз, сила удара вниз гораздо меньше. Так что такая положительная дивергенция. Роман, мне не виден, индекс силы, по-моему, срезан немножко внизу на вашем графике, да? Да, сейчас его подтянуть. Вот там мы это хорошо увидим. Посмотрите, два донышка индекса силы. Донышко прошлой недели, какое оно было глубокое и широкое. А в этот раз, как будто петух клюнул носом, клювом, и все. Вот так вот раз и с концами. То есть стратегически мы находимся в бычьем рынке. И на недельном графике происходит коррекция, происходит тысячедолларовый костюм, выкинули на распродажу за 700. Что-то с ним не в порядке, что-то с ним не в порядке раз распродажа. Вот так вот думают многие люди. Я это вижу как возможность купить недорого, дешевле, чем обычно. А на дневном графике мы видим очень сильный удар вниз на прошлой неделе. И я еще в прошлый уикенд, когда делал свою домашнюю работу, записывал все это, записал себе, что, наверное, на этой неделе, вот теперешней, мы увидим удар вниз, который остановится выше донышка предыдущей недели. Так что пока все сходится. Рынок распугивает новичков, профессионалы закупают. Вот я среди них. Какие еще рынки вы хотите посмотреть, Роман? Давайте посмотрим. Так, 40. Теперь уже 40. Наверное, есть всякую арифметику хитрую применяли, чтобы кривая из 40 акций вписалась бы в кривую из 30, которые были раньше. Да, цена осталась той же самой. Вы знаете, очень, опять-таки, на недельном графике мы видим бычий рынок, и периодически, каждые несколько месяцев коррекция, то есть тысячедолларовый костюм выбрасывают за 700. И это происходит сейчас. И что еще происходит на немецком рынке, что с точки зрения БК еще лучше? Когда вы смотрите на дневной график, то вы видите, был удар вниз в июле, и вот был удар вниз вот сейчас в сентябре. Сентябрь пробил донышко июля. И это был ложный прорыв вниз. Ложный пробой, прорыв, пробой, наверное, вниз, да? То есть куча всяких умников, которые купили ДАКС, поставили защитный стоп чуть-чуть ниже предыдущего донышка. Ну, знаете, профессионалам это все известно. То есть это же не секретная информация какая-то, что люди ставят стопы на определенных уровнях, в толпой. Поэтому я всегда советую, ставьте свои стопы или ближе, или дальше очевидных мест. Не ставьте их в очевидных точках. А тут выбили все стопы и все, отоварились и вверх. То есть еще одна бычья фигура. Другая, чем на американском рынке, но тем не менее бычья. Что еще посмотрим? Давайте посмотрим евро-доллар. Да, евро это сложно. Я, кстати, во-первых, расскажу историю. У меня есть друг, мой партнер в организации SpikeTrade.com. Интересный очень мужик, непростой. Ему принадлежит он еще в возрасте, то ли 18 или 20 лет, начал строить бизнес, стальной бизнес. И это очень успешный бизнес, управляющие им управляют, но он так присматривает за ним, сам занимается трейдингом и присматривает за бизнесом. Года четыре назад ему нужно было купить из Голландии компьютеризованную машину для резки стали. Очень дорогая машина, стоила 900 тысяч долларов. Но у него было окно, это 3-4 месяца, когда нужно было заплатить эти деньги. Он депозит внес, а основную сумму у него было 3-4 месяца заплатить. И вот он отслеживал график евро и заплатил, когда он считал, что евро стал самым дешевым. Он сказал, что он сэкономил 90 тысяч долларов на этой сделке. То есть машина ему обошлась на 90 тысяч долларов дешевле. Машина, где один человек выполняет работу примерно 8-ми ручных. Так вот, я смотрю на график евро. Смотрю на него и, как говорится, чешу репу. Я смотрел на этот график буквально два дня тому назад. Я впервые, впервые с начала пандемии выбираюсь в Европу. В марте у меня есть друзья в Западной Европе. И мы каждый год, пока пандемии не было, катались вместе на лыжах в Австрии. Мы нашли курорт, на который мы все поедем. Мы зарезервировали комнаты. И они мне прислали счет. Я смотрю на евро и думаю, заплатить всю сумму сразу, если евро дешевый, или заплатить только депозит маленький, если евро дорогой. И я решил, что лучше я только депозит заплачу, потому что у меня не было никакой уверенности, что евро удержится на этом уровне. С тех пор я не смотрел на этот график в понедельник, а во вторник все было стабильно, и сегодня евро в падении. Так что я рад, что я заплатил только депозит, потому что основную сумму, наверное, будет подешевле платить, если евро так падает. Евро идет вниз. Евро пробил уровень поддержки на недельном графике. Скользящие средние идут вниз. На дневном графике они идут вниз. Сейчас не лучшее время коротить, просто потому что дневной график уже находится ниже нижнего конверта. Но если бы не тот пистолет в голове, вот ты должен торговать евро, что ты будешь делать до конца недели? Я бы закоротил. Хотя, поскольку никто мне ничего не представляет, я коротить его не стану, просто потому что я не люблю открывать сделки. Я не разрешаю себе открывать сделки в направлении скользящих средних возле конверта. То есть я никогда не куплю у верхнего конверта, я никогда не продам на понижение у нижнего конверта. Это помогает избегать тысячи проблем. Но считайте мне медведем по евро. Золото. Золото – это головная боль. Я купил золотые акции, две из них уже ударили по стопам, а две держатся. Я стал покупать золото, когда на недельном графике выскочил, вот видите, хвост кенгуру выскочил такой, выбил стопы предыдущего падения и оттолкнулся от них. Но сейчас акции возвращаются опять. Они тестируют уровень поддержки, они тестируют, если посмотрим на правый график, не хвост, то есть если они опустятся к нижней точке хвоста кенгуру, это все уже, тест провален был давно. А они сейчас тестируют вот эту вот зону небольшую трейдинга. Вот-вот примерно, где вы ставите эту красную линию. То есть они совершенно тестируют ключевую линию сейчас. И я такой держу свои оставшиеся две золотые акции и так дышу, дышу. Я надеюсь, я думаю, что этот уровень поддержки удержит золото, хотя бы потому, что уже даже правительство признает в Америке, у нас начинается период инфляции. В Америке инфляция – это золото поднимается в цене. Так что я его держу, но агрессивно покупать здесь я бы его побоялся посоветовать. Слишком у него была возможность взлететь, он эту возможность потерял. Теперь должно пройти какое-то время, прежде чем стабилизироваться. Еще также последние несколько недель было довольно-таки активное ралли по нефти. Сейчас нефть марки Brent. Вы знаете, это то, что у меня в книжке написано «Сигнал собаки бы скровили». На недельном графике вы видите медвежью дивергенцию, когда второй пик выше первого, а МСД гистограмма ниже. Вот как раз здесь медвежья дивергенция. Хотя я именно такие дивергенции не торгую. Я открываю столько, хотя я не занимаюсь, в последние несколько месяцев я не касался нефти. Но нет, я бы продал ее на понижение тогда, потому что мне нужно, чтобы не только была дивергенция, но чтобы графики опустились ниже уровня предыдущего пика. Они должны пробить уровень предыдущего пика. Короче, они это сделали, тут же развернулись, сейчас по новым высотам. Вот это сигнал собаки бы скровили. То есть, когда ожидаемое не происходит, это сигнал того, что рынок особо силен в противоположном направлении. Когда рынок сметает, обычно надежный сигнал. Поэтому я сейчас четко бык по нефти. И среди самых интересных акций, это акции нефтяных компаний сейчас. Вот так вот. Хорошо. В принципе, мы посмотрели как раз все основные инструменты. Я думаю, что как раз сейчас можем сказать, кто у нас победил в предыдущем конкурсе. И тогда уже я передам управление вам. Сможем посмотреть как раз эту бумагу и уже тогда перейти к тем акциям, которые нам прислали. Сейчас один момент. Победил смелый человек. Да, я помню, что как раз был момент о том, что компании, для которых как раз коронакризис может быть, коронавирус, может быть полезен, да. Вот та компания в шорт как раз и победила. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана. Вот у нас список, соответственно, всех, кто принимал участие. Большинство акций, ну, в принципе, все акции мы на прошлом вебинаре как раз разобрали. Те, кто сюда попал, победила акция BioTech, которая была в шорт с уровня 367. Это цена на 26 августа. До вчерашнего дня 24, ну, практически 25 процентов вниз она сходила. Победил у нас Сергей Гриценко. Вот поэтому Сергей я вам обязательно напишу и расскажу, как можно будет получить книгу с автографом Александра. Со своей стороны поздравляю вас. И сейчас тоже тогда сразу же покажу те акции, которые у нас будут сегодня, да, на разборах. Ну, мы к ним еще также, соответственно, перейдемся в ходе их разбора. То есть здесь будет часть. Часть будет, как раз я передал Александру. Вторая часть не попала в обзор. Ну, вот, кстати, может быть, только ExxonMobil, да, или какие-то другие нефтяные компании посмотреть, потому что их прислали уже чуть позднее, поэтому я их не включал. Вот, поэтому с моей стороны здесь все. Александр, тогда могу вам передать управление. Спасибо большое. Значит, я делаю… Одну секундочку, одну секундочку. Так, я выключу эту почту, чтобы она не врезалась ко мне. Я делаю Share Screen и VM Fusion. Вот так. Вам виден сейчас мой экран, да? Да, все в порядке, все подгрузилось. Прекрасно. Давайте, значит, сделаем так. Я вам покажу. Мы разберем быстро, настолько быстро, насколько это можно сделать аккуратно, без спешки. Мы разберем акции, которые были заявлены участниками нашего вебинара. Потом я пообещал показать вам сделку. Вернее, это была серия сделок на один и тот же инструмент, благодаря которым прошлой неделе оказалось моей самой прибыльной неделей года. И потом я хочу ответить на вопросы, которых пришло довольно много в этот раз. Окей, поехали. Анна Викторовна, прошу рассмотреть акции Avgo Short. Очень знаменитый, знакомый тикер. Я, к сожалению, не припомню. Avgo, Avgo. А, Broadcom, конечно. Это компьютерная компания, Калифорния. Верхушка, значит, в феврале компания достигла, одну секунду, в феврале компания достигла 495 долларов. А вот сейчас, значит, верхушка была три недели тому назад. Это было 519 долларов. То есть у нас имеется ложный пробой вверх. Вот так вот, да? Ложный пробой вверх, который на этой неделе завершился. Имеется сильнейшая медвежья дивергенция МСД-гистограмма и МСД-линии. Смотрим. То есть недельный график просто говорит. Тяжелая ситуация. Одну секунду. И смотрим на дневной график. Акции упали вчера, и они продолжают падать. Акция продолжает падать сегодня, хотя рынок поднялся от вчерашней цены закрытия. Поэтому, да, это вполне, вполне, так сказать, нормальная акция для того, чтобы коротить ее. Желаю успехов. Алекс Капанов пишет PINS Long. Вы знаете, обычно я прошу всегда Романа посмотреть на сайт finviz.com. Посмотреть, когда будет, когда компания будет объявлять о доходах. Потому что эти объявления могут сильно повлиять на цену компании. Она может скакнуть ужасно. Или хорошо, или ужасно. Но сезон, вернее, в этот период времени, когда компании объявляют о своих доходах, он закончился. Отдельный, очень мелкие компании еще что-то объявляют. Но сезон начнется только 15 октября, когда компания Alcoa, это компания, которая производит алюминий, она всегда первая объявляет о доходах. Так что у нас осталась пара спокойных недель, когда не нужно волноваться о том, что компания вдруг выпустит сообщение, из-за которого наши акции могут скакнуть за нас или против нас. Акции поднялись до 90 долларов почти в начале года, потом до 85, потом до 80, и оттуда упали. И сейчас они котируются чуть-чуть дороже 50 долларов. 50 долларов – 78 центов на данный момент. И имеется пробой вниз. Значит, вот эта вот нижняя точка – это 54 доллара. Компания сейчас торгуется чуть-чуть дешевле, чем 51. Я бы ждал, пока она поднимется выше 54, чтобы это четко обозначить то, что происходит в последней неделе ложным пробоем. Я только хочу покупать, если есть ложный пробой. Одной дивергенции мне мало. Смотрим на дневной график. А что еще произошло? Значит, в конце июля был очень сильный гап вниз – от 70 долларов до 55. Я обычно избегаю торговать акциями, которые недавно пострадали вот от такого гапа. Потому что гапы оставляют огромное количество, большой акции, огромное количество, так сказать, раненых жизнью людей. Люди, раненые жизнью, часто ведут себя нерационально. И поэтому, да, я бы не торопился ее покупать. То есть, если она поднимется выше 54, это будет, так сказать, «легально», в кавычках. Но я обычно избегаю покупать акции. После того, как был такой гап, они, как правило, довольно долго. Это как раз был день отчета. Просто как раз пример вы сказали. Вот в этот день акция как раз вот так и упала. Да. Причем я откачу этот график обратно. Вот так вот немножко. Сейчас. Вот так вот. Акция колеблется в диапазоне. Торгуется в зоне ценности. Ничего особенного не происходит. И вдруг на следующее утро вы думали, что у вас была акция по 73 доллара. Оказывается, она стоит не 73, а 59. Вот так вот. Немало. Всегда проверяйте finviz.com или другой сайт, который вам дает информацию о том, какие акции будут объявляться в своих доходах. Марат Валеев. TDOC в Лонг. TDOC. Компания очень сильно выросла во время пандемии, потому что они предлагают медицинские услуги по удаленке. Было очень сильное падение. Не удивлюсь, если я увижу там тоже гап. Одну секунду. Нужно дневной график посмотреть. Нет. Без всякого гапа она упала. Просто ситуация с пандемией стала улучшаться. Я уже много лет, как перестал искать донышки на акциях, которые медленно ползут вверх. В какой-то момент она повернет. Но вы готовы ждать месяц, 6 месяцев, 18 месяцев? Никто не знает, сколько времени займет у нее повернуть. Это акция, как человек, который упал с третьего этажа с 300 долларов до 120. И человек лежит просто на земле и дышит. Старается только дышать. Вдох и выдох. Рано спорить о том, когда он встанет и побежит. То же самое на дневном графике. Лежит и только старается дышать, не умереть. Побежит? Наверное, побежит когда-нибудь. Хотел бы умереть, уже бы умер. Но это может занять огромное количество времени. Я обычно избегаю таких акций, которые лежат над ней и только дышат. Андрей хочет посмотреть UDR. Что-то незнакомый для меня тикер. Еще раз. UDR. Я надеюсь, это правильная акция. Роман, вы смотрите на Finviz. Что это за акция? Это REIT. А, Real Estate Investment Trust. То есть, это компания из группы компаний, которые владеют недвижимостью. Кстати, вчера в Wall Street Journal писали, что компания Blackstone, одна из самых успешных компаний по управлению деньгами в Америке, продала казино в Лас-Вегасе ни много ни мало, за 4,5 миллиарда долларов. А купила пять или шесть лет тому назад за 1,8 миллиарда долларов. Так что вот компании типа REIT, они как раз владеют такими собственностями. Покупают собственность и сдают ее в аренду. Я обычно избегаю REIT этих компаний, потому что они все как-то очень завязаны на уровень учетного процента в стране. Чем ниже процент, тем лучше, потому что они всегда, у них всегда куча денег заняты. Когда процент низкий, как он сейчас, это для них очень хорошо. Когда процент повышается, это для них очень плохо. А процент собираются начать повышать в будущем году, а возможно даже так рано, как в ноябре. Поэтому я от компании типа REIT, Real Estate Investment Trust, я от них держусь так подальше. Есть более привлекательные мишени. Мурат предлагает компанию Verizon. Это одна из главных телефонных компаний в Америке. Кстати, мой мобильный телефон от Verizon. Но когда я смотрю этот график, все, что могу сказать, разбудите меня, когда это кончится. Тут практически нет волатильности. Вот эта компания вот сидит в своем диапазоне, и ничего с ней не происходит. Какой-то прекрасный день она поднимается до 59 долларов, она опускается до 54. Вы знаете, я лучше Теслой буду торговать, потому что там есть волатильность какая-то. Мне как трейдеру нужна волатильность. Verizon – это нормальная компания. Она никуда не разорится, она никуда не убежит. У них продукт, который востребован людьми. Но как акция – это разбудите меня, когда это кончится. Валентин предлагает акцию F-GEN. F-GEN. Это, по-моему, биотех какой-то, да, Роман, если вы посмотрите на Finviz? Один момент. Да, это биотех. Смотрим на дневной график. Опять-таки, совсем недавно был огромный гап. Компания трекнулась, можно сказать, с 25 долларов до 11. Это травма. Представьте себе, как травмированы люди, которые покупали, покупали, покупали эту акцию. Подвину это, опять-таки, к краю. А до этого был другой гап еще. Видите, у нас два гапа на экране. Слева один. Компания упала с 35 долларов до 22. В один день. В следующий раз она упала от 25 долларов до 13 долларов. В один день. Смелые люди покупают такую акцию. История плохая. Зармник просит посмотреть компанию Shen Long. Смотрим. S-H-E-N. Это телекоммуникации какие-то, да? Мне приходится повторить то, что я сказал раньше. Разбудите меня, когда это кончится. Какая она плоская, Зармник. Посмотрите, какая она плоская. Ничего не происходит. Иногда у нее вдруг случается маленький приступ нервов. И она прыгает вниз-вверх. Потом опять плоская. Вверх-вниз. Опять плоская. То есть, это, как говорят о жизни пехоты. 90% скуки и 10% ужаса. Опять-таки, нет никакого настоящего тренда. И есть только вот этот сон, прерываемый каждые пару месяцев каким-то кошмаром. Надо лучше искать. Мне кажется. Я предпочитаю, что движется гораздо более активно. Причем, господа, я не хочу никого обидеть. Это абсолютно не моя цель. Наоборот, я хочу помочь вам стать хорошими трейдерами. И поэтому, чем просто гладить всех по голове. Хорошо, это хорошо. И это хорошо. А это тоже хорошо. Я делюсь с вами своим абсолютно ясно высказанным мнением. Это по мне. Это не по мне. Причем, это не значит, что я прав. Потому что все совершают ошибки, включая вашего покорного слугу. По-моему, если память не изменяет, когда один из наших участников, Гриценко, предложил закоротить Бионтек, то я сказал, ну, это опасно. Это акция такая в первых рядах. Но, тем не менее, он оказался прав, я нет. То есть, если вы не согласны со мной, у вас есть мнение, которое вы можете серьезно аргументировать, разрабатывайте для себя, какими деньгами вы будете рисковать, какая у вас мишень, где у вас стоп. И в добрый час. Впереди нам предстоит повышение учетного процента. С одной стороны, это будет для банка плохо, потому что им придется платить больше вкладчикам. А с другой стороны, это будет для банка хорошо, потому что они будут зарабатывать больше денег у вкладчиков. Когда я начинаю вот так вот чесать репу и говорю с одной стороны, с другой стороны, едем на следующую страницу. Но на сегодняшний день, если бы я сказал, давай, нужно торговать этой акцией, я бы ее купил, а не продал. Она только что на недельном графике вырвалась, как это говорится, в зону чистого неба, где никогда раньше не была. Это признак силы, когда акция вырывается на новую высоту. Это признак силы. МСД гистограмма поднимается, индекс силы поднимается. Смотрим на дневной график. Единственное, что я хочу сказать, что я бы ее не коротил, я бы ее покупал, но не по сегодняшней цене, которую в данный момент, мы с вами беседуем, 63 доллара 11 центов. Я бы покупал ее, глядя на этот график. Вы видите, каждые три недели, четыре недели происходит паника, и акция падает ниже уровня ценности. Так вот, уровень ценности на данный момент где-то между 58,5 и 59,5. То есть я бы поставил приказ на покупку в районе 58. То есть вот так как удочку закинул в воду, а сам сижу и читаю газету. Я стал бы ожидать очередного падения ниже зоны ценности, где мой приказ был бы выполнен. Окей. Последняя акция, прислана нам сегодня. Это еще одна биотек на покупку Espirian. Идем на недельный график. ESPR. Это акция биотехнической какой-то компании. Значит, они нас всех вылечат от чего-то очень страшного. Но пока что лечение нужно им самим, потому что акция упала от 75 долларов в начале прошлого года до 10 долларов сейчас. Что-то у них очень крупно не ладится. И, Кирилл, если у вас есть внутренняя информация про эту компанию, или если вы специалист по этой части, и вы считаете, что они стоят на пороге важного открытия, которое развернет вот эту вот, сказать, катастрофу на колесах, то тогда имеет смысл купить. На основании одного ладика графика я бы даже близко не подходил к этому. Почему? Потому что тренд-то вниз, недельный тренд вниз. Смотрим на дневную акцию. Ну, она вроде закругляется немножко, отходит от дна. Но это, так сказать, очень слабая причина покупать. Так что, Роман, мне просто как-то неловко сегодня. Мы рассмотрели все акции. Сегодня было не так много, поэтому спешки не было. Обычно больше акций, про которые я говорю. Да, это интересно, да, это интересно. Ну, вот опять-таки про акцию, которая упала. Да, вот я только что ESPR не залюбил. Смотрим на Пинтерест. Что мы видим? Ну, опять-таки, тут был этот самый гап, после которого я бы не стал торговать. Ну, вот на недельном графике. Акция продает товар, который пользуется спросом большим. Цена находится ниже критического уровня поддержки. Если только она пробьет выше этого уровня, то это будет, так сказать, реально возможность покупать. А иначе, то есть, довольно четко дается, что акция должна сделать, чтобы ее купили. А с другой стороны, до этого времени сидеть на руках и, так сказать, ничего не делать. А когда мы смотрим на акцию типа ESPR и ESPR, он просто вот тонет, тонет, медленно тонущий человек. Может быть, он выйдет когда-то со временем на пляж, а может быть, нет. Нам придется забирать его одежду, относить к семье. Окей. Это завершает рассмотр акций, которые были присланы. Я вам очень вкратце покажу, чтобы не забыть, то, что я обещал раньше. Как ловить донышки рынка? Не отдельных акций, а рынка. Два способа. Один простой, другой сложный. Сначала рассматриваем простой. Этот метод, я даже не знаю, кто его изобрел, но принес его, так сказать, в нашу группу. Мой хороший приятель, Гранд Кук его зовут. И я знаю многих людей, которые следят за этим индикатором очень сильно. Наверху график S&P. Просто простой дневной график S&P. Безо всяких перебомбасов. Внизу график индекса, который называется VIX. V-I-X. V as in Victor, I, как я, и X, like x-ray. VIX. VIX – это индекс страха. Я не буду вдаваться в долгие объяснения. Есть прекрасный веб-сайт, называется investopedia.com. Почитайте там. Но VIX – это индекс страха. И вот внизу, вот этот вот VIX, и на него наложены полосы Боллинджера. Когда VIX поднимается выше верхней полосы, это показывает, что на рынке паника. И когда рынок опускается ниже этой полосы обратно, это говорит о том, что паника завершается. Я просто покажу вам несколько. Вот раз. Покупка. Вышел выше, опустился ниже. Покупка. Вышел выше, опустился ниже. Покупка. Вышел выше, опустился ниже. Покупка. Еще раз здесь. Вышел выше, и опустился ниже. Покупка. В прошлый понедельник вышел выше, во вторник опустился ниже. Покупка. Вчера вышел выше, сегодня опустился ниже. Вот так вот, да? Но это простой способ использования индекса страха, VIX, это индекс страха, fear index, для определения донышек на рынке. А сейчас я вам покажу более хитрый метод, который я предпочитаю, но он просто требует больше информации. Тот же самый график, наверху дневной график S&P, без всякой хитрости. А внизу индекс страха, но не один, а четыре. Потому что они есть, индекс страха на девять дней, на месяц, на три месяца, на девять месяцев. И совершенно очевидно, что гораздо много плохого может произойти за месяц, скажем, чем за девять дней. За девять дней должно стоить... Это цена страха, значит. Цена страха, которая где-то находится в районе 20 долларов. И если вы хотите купить или продать страх, то страх, который на неделю, на девять дней, стоит дешево. В данном случае он стоит где-то порядка 12 долларов. А страх за месяц стоит порядка 26. Почему? Потому что гораздо много неприятностей может произойти за месяц, чем за девять дней. Но когда рынок в жестком обвале, то цена краткосрочного страха становится выше цены долгосрочного страха. И вот когда это происходит, я раскрываю кошелек и иду отовариваться. Потому что это показывает, что рынок на дне. Вот был сигнал в прошлый понедельник. А когда она уходит обратно, эта зеленая линия ниже других, то это уже, так сказать, подтверждение сигнала. Вчера был смазанный сигнал. В течение дня он достиг вот третьей линии. К закрытию рынка уже опустился. Но, тем не менее, я успел немножко, как говорят, пошопать, покупать чего-то. Вот это вот индикатор, которым я пользуюсь уже много лет для того, чтобы заработать прибыль, когда рынок в панике. Абсолютно крупнейший важный компонент для работы с этим индикатором – это контроль над риском. Правильная аллокация капитала, то есть правильное распределение капитала. Очень печально. Мужик, который изобрел этот метод и очень по-доброму поделился им со мной и с несколькими другими людьми, он разорился на рынке, вылетел в трубу на этом методе. А я на нем до сих пор делаю деньги. Почему? Потому что у одного человека не было контроля над риском, у другого он есть. Серьезный момент. Окей. Давайте тогда я поотвечаю на ваши вопросы, которые пришли. Это хорошо, Роман, да? Да, конечно. Может быть, мы на несколько минут перескочим даже. Дан пишет благодарность, с удовольствием. Если недельный график показывает хорошую дивергенцию, сигнал на покупку, а на дневном такого сигнала нет, какие будут ваши действия? Дан, очень хороший вопрос. Я в давние времена всегда искал, чтобы и недельный, и дневной график давали мне одинаковые сигналы. И, наконец, где-то несколько лет тому назад я пришел к выводу, что один график должен быть прекрасным, а другой должен быть окей. Если оба прекрасны, это бывает очень редко. Причем неважно, дневной или недельный, но один должен выглядеть вот как в книжке, прекрасный образец. Один график выглядит прекрасно, другой должен выглядеть окей, не может быть негативным. Так что вот так вот, если бы я увидел, что недельный сигнал очень хороший, а дневной ничего особенного, я бы стал покупать. И второй вопрос пишет Дан. Если появился сигнал в пятницу, что вы будете делать? Откроете сделку или дождетесь понедельника? Я бы скорее дождался понедельника. Я люблю торговать, когда у меня есть время. То есть я люблю торговать в начале недели, в начале дня, в начале года. Потому что если чего-то не пошло, то есть время отыграться и исправить что-то. А открываться перед уикендом, на уикендах много чего может произойти. Может подводная лодка утонуть, могут объявить мораториум на выплату долгов. Многое чего может произойти на уикенде. Поэтому пятница для меня не день открытия позиций. Пятница – день закрытия позиций. Я закрываю очень многие свои позиции в пятницу. Хороший вопрос, Сидан. Спасибо. Валентин пишет. Во время прошлого семинара вы упоминали, что перестали пользоваться двухдневным скользящим индексом силы. Окончательно предпочли 13-дневку. Почему? Слишком волатильный. Двухдневный индекс силы просто слишком волатильный. Слишком скачет. 13-дневный, более такой размеренный. Вот и все. И Валентин продолжает. Разумно ли для индекса силы в системе тройного выбора? К примеру, использовать на старшем отрезке 13-дневный, а на младшем день более чувствительный двухдневный. Валентин, я этого не делаю, но если вам это нравится, добрый путь. То есть признак серьезного трейдера – это то, что он берет какую-то информацию с воздуха от кого-то, а потом переделывает ее. В моем пути иду на какую-то конференцию, встречаешься, сталкиваешься случайно с каким-то, подходит какой-то биржевик, начинает трясти руку, спасибо, спасибо, а потом говорит, но я должен извиниться, я делаю не точно так, как вы сказали. Вот тут-то я знаю, что я имею дело с успешным трейдером. Я делаю не совсем так, как вы сказали. Человек отработал систему под себя. Зармик пишет. Здравствуйте, Роман и Александр. Мой вопрос. Насколько правильно в качестве дополнительных фильтров в торговой системе использовать отраслевой, подотраслевой индекс акций и индекс S&P, ориентируясь на цвет импульсной системы. Не перегружают ли эти фильтры излишней информацией торговую систему? Если да, то какой из этих индексов лучше убрать? Опять-таки, очень хороший вопрос. Это называется, то, что надо смотреть на другие схожие акции, это называется теория таракана. Если вы в кухне заметили таракана, это значит, что у вас есть тараканы. Он не один. Посмотрите, там около Плинтуса будет еще. То же самое с акциями. Если я смотрю, допустим, на акцию Mobile Oil, и она мне нравится, то я просто даже не задумываюсь, посмотрю на акции Chevron, ConocoPhillips и других крупных нефтяных компаний. Работают они вместе или нет? Но для меня это не часть торговой системы. То есть, торговая система… Допустим, я вот хочу торговать Mobile Oil. Моя торговая система расследует Mobile Oil. Но вот такие вот взгляды, как себя ведет S&P, как себя ведут другие компании в этой отрасли, они повлияют на то, буду я торговать по полному размеру или по частичному. То есть, если все показывает более-менее в одном направлении, да, тогда полный размер. А если начинается разноголосица от S&P и похожих других акций, то размер поменьше. Потом с S&P, что я делаю всегда? Я начинаю свою домашнюю работу каждый уикенд с того, что я определяю, каково мое мнение по S&P вот на следующую неделю. И если оно определенно бычье или определенное медвежье, то когда я начинаю подбирать акции, которыми я, возможно, буду торговать, то я более склонен взять акции в направлении S&P. Но опять-таки, это не торговая система, это больше к фильтрации относится, что я больше возьму, чего я меньше возьму. Я надеюсь, я объяснил это четко. Евгений пишет. Как вы считаете, как правильно распределять чистую прибыль от сделок между тратами на потребление, рестораны, красивой одеждой и реинвестированием? У меня есть склонность по жизни почти всю прибыль от трейдинга и моего бизнеса реинвестировать. Но, наверное, это в корне неправильно, так как я очень мало денег направляю на повышение качества своей жизни. Для меня важен ваш совет. Евгений, я в таких случаях говорю всегда, в последний раз, когда я проверял, то информация была вроде бы, что мы живем только один раз. Поэтому от процесса надо получать удовольствие. Второго варианта не будет. Я реинвестирую значительную часть своих прибылей, но при этом никогда не отказываюсь от приятного времяпрепровождения. я упомянул, что лечу в Европу впервые с начала пандемии в марте. Неделя на лыжном курорте с перелетом совсем, это, я так прикидываю, тысяч семь долларов. Плюс я потеряю доход за эту неделю, потому что я не буду заниматься трейдингом из Австрии, в то время, как я катаюсь с друзьями. И мне это вот не жалко, не на копейку. То есть дома я бы не упустил неделю. Жить надо себе в удовольствии более-менее. Так что, такой подход. Есть хорошая книжка, так просто сейчас она на вам пришла, называется «How I found freedom in unfree world». «Как я нашел свободу в несвободном мире». Автор Харри Браун. Браун, я на конце. Я знал Харри. Ну, так, совершенно шапочное знакомство, но уникальная личность. Он умер несколько лет тому назад. Его жена продает эту книжку в электронной форме, 10 долларов стоит. Поищите на интернете «How I found freedom in unfree world». Последний вопрос. Роман и Александр. Если не затруднись, скажите, чем отличается работа на бирже от казино? Я считаю, что во многом, что есть много сходства. Вот буквально сегодня я говорил жене, что единственные сделки, в которых есть деньги, это сделки, в которых есть эмоции. Я ищу именно такие сделки. «Get all pass» становится на задние ноги, на задние лапы или от жадности, или от страха. Казино – это очень хорошо. Кстати, у меня нулевой интерес к играм в казино. В последний раз я играл в казино. У меня была служащая в офисе. Мы ее наняли из компании, которая присматривала за людьми с легкой умственной отсталостью. Она у нас бумаги носила в офисе. Такая гражданка была. Это как бы акт благотворительности. Мы ее наняли, дали ей работу в офисе. А вот она любила казино. И я как-то поехал в Лас-Вегас на конференцию. Она мне выдала 20 долларов и сказала «Алекс, ты, значит, сыграй, привези мне выигрыш и подарок еще купи». И вот мне нужно было так провести, вычислить, как играть на 20 долларов, чтобы получить какую-то прибыль. И еще осталось бы деньги на подарок. Я этого добился. Но это был последний раз, когда я играл на… То есть я пошел в казино просто, потому что это бедная женщина. Я просил для нее это сделать. Сам я в казино не хожу. Но я вижу, я окружен игроками в казино, когда я занимаюсь трейдингом. Я смотрю, ну вот чего дуракам надо? Чего они хотят? Ну вот хотят купить, я это им продам. А это они хотят закоротить, я у них сниму это с рук. То есть это казино во многих отношениях. Во многих отношениях. Но если вы собираетесь работать, если вы собираетесь быть активным в казино, то, пожалуйста, становитесь на сторону крупья. Вам нужно быть крупье в казино, а не игроком. Второй вопрос. Почему игра на бирже в вашей книге, а не работа на бирже? Вы знаете, это… Александр пишет. Это не мое изобретение. Так все, играю на бирже, играю на бирже. Я работаю на бирже очень активно. Я просыпаюсь где-то часов в шесть утра, лежу в постели, читаю сегодняшний номер Wall Street Journal на iPad. Встаю, делаю свою домашнюю работу, записываю все свои сделки с предыдущего дня, веду дневник, разбираю информацию до открытия. Это очень серьезная работа. Потом рынок открывается, возможно, у меня будут какие-то сделки. Потом я их отслеживаю по ходу дня, потому что позиции на рынке, как маленькие дети. Их не стоит оставлять надолго без присмотра. Это работа. Но для меня, во всяком случае, это колоссально приятная работа. А то, что люди называют игрой, это не мое изобретение. Это вот так вот назвали уже. Где? Не виноват. Роман, давайте на секундочку я поставлю сегодняшний рынок. Сейчас. Что это? А вот так вот сюда. Застопорился мой экран и хотел взглянуть на рынок S&P. Давайте я на секунду остановлю sharing, потому что, видимо, это мне мешает перейти на другой график. А вот мы сейчас видим 4 графика у вас открыты. Да, да, да. Сейчас он виден график мой, нет? Пока нет. А нет, 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 клопку нужно нажать share. Вот сейчас, да? Да, да, вот сейчас видно. Все видно, да? Ну, давайте посмотрим немножко. Значит, мы немножко задерживаемся на 14 минут. Закончим. Значит, смотрим. Вот график S&P, Standard & Poor's, это фьючерсы, которые можно торговать. Недельный график. Ну, возьмем лучше индекс S&P, потому что он длиннее и все. Индекс S&P. То, что мы видели раньше на вашем графике, Роман, да? Тренд вверх, но периодические паники. И в данный момент происходит одна из таких паник, да? Недельный график импульсной системы красная, дневной график импульсной системы красная. Смотрим на индекс силы. Имеется очень такая заметная бычья дивергенция. Насколько силен был этот индекс на прошлой неделе, настолько он слаб сейчас. У меня есть один из любимых индикаторов. Это индикатор новых высот, новых низов. И это версия этого индикатора, которая принимает во внимание капитализацию акций. То есть, насколько естественно, что если акция типа Google достигает нового пика, это значит гораздо больше, чем если какая-то крошечная акция достигает нового пика. Так что это индекс новых высот, новых низов, помноженных на объемы этих акций, на капитализацию этих акций. Вот был сигнал глубочайшей паники в прошлый понедельник. Значит, красная линия, индекс низов с капитализацией поднялась до такого уровня, который вообще не видалось с февраля прошлого года. Зеленая линия пошла выше. И вчера красная линия поднялась опять. Поднялась опять. Этот график только до вчерашнего дня. Сегодняшней информации еще нет. И мы видим, что цена закрытия примерно на том же самом уровне. Вот тот же самый уровень. А сила удара слабее. Что это значит? Это значит, что люди боятся, люди выбрасывают акции, но сила выбросов ослабла. Поэтому я более склонен играть, абсолютно склонен играть на повышение, ни в коем случае не на понижение. И я замечаю, что с одной стороны, акции, которые были лидерами бычьего рынка за последние полтора года, Google в даунтренде, что еще, Amazon, Amazon упал с гэпом, я поставлю недельный график лучше, Amazon, так, что еще, Microsoft, это гиганты, которые вели рынок вверх, Microsoft тоже по новым низам сейчас за последний месяц, Facebook, вот так вот, да, то есть предыдущие лидеры сейчас, так сказать, на канате. Имеется в виду боксерский ринг, когда боксер, так сказать, на канате, это совсем нехорошо. А с другой стороны, компании настоящей экономики, GE, General Electric, делают, в частности, двигатели для самолетов, на этой неделе, когда рынок лихрадит, прорывается вверх. Boeing, изготовитель американских самолетов, на этой неделе прорывается вверх. То есть акция, на которую я играл сегодня с утра, ну, это вообще, так сказать, удачный билет, можно сказать. Акция дешевых магазинов, где небогатые люди покупают там продукты и всякую, всякий мелкий шарпотреб. Акция открылась по 92, вчера закрылась по 85. И главное, никаких извещений не было, что-то происходит. Открылась по 92, я купил по 94, сейчас она уже 100. Мистика, но тем не менее. То есть есть компании, с одной стороны, компании, которые были лидерами, их лихорадят, а новые лидеры возникают на рынке. Происходит ротация. Один мой очень такой умный-умный приятель, который следит за рынками уже много лет, раньше управлял хеджевым фондом, пишет, что, вчера как раз писал, вчера-сегодня, что он ожидает, что маленькие акции поведут рынок вверх. И вот этот вот индекс Рассела, 2000 маленьких акций. Ну, не то, чтобы они сильно шли вверх еще, этот индекс, недельный график. Этот индекс, сказать, висит очень плоско, но, по крайней мере, в то время, как рынки S&P и Dow резко упали в прошлый понедельник, а сейчас они около уровня закрытия, вот на этой линии, да, индекс маленьких акций даже близко не подходит к этому уровню закрытия. Опускается, но опускается гораздо меньше. Признак силы. На рынке всегда есть возможности. И нужно очень четко определять, когда они есть, а иногда, и когда вы их видите. Потому что всех возможностей вы никогда не увидите. У вас глаза нацелены на одно или на другое. Поэтому нужно иметь дисциплину. Видите что-то интересное? Покупать или играть на понижение, не оглядываясь через плечо. А что говорят другие люди? С другой стороны, если вы не видите чего-то, как я вот смотрел на евро пару дней тому назад, и я не... решил, что я не могу... Я не могу быть уверенным, что евро будет выше. И поступил, значит, соответственно. Надо доверять себе. И учиться на собственных уроках. А учитесь вы на собственных уроках одним и только одним. Ведением дневников. Ведите дневники своих сделать. Как мне нужно в следующий раз побольше поговорить об этом? Спасибо большое, Роман. Спасибо большое, Александр. Как всегда, масса полезной информации. Посмотрели даже дополнительные инструменты в конце. Спасибо вам большое. Спасибо за ответы на ваши вопросы. Тогда мы с вами можем попрощаться. Я еще буквально пару минут расскажу как раз про конкурс, про то, как задавать вопросы. Было много очень вопросов как раз в чате. И также про индикаторы. Вот со своей стороны желаю вам хорошего дня. У вас еще день. В самом разгаре у нас уже вечер. И увидимся тогда через месяц. Спасибо большое, Роман. С огромным удовольствием работаю с вами. Жду следующего вебинара. Спасибо, Александр. До свидания. До свидания. Уважаемые участники, пока как раз хотел рассказать про то, как проходит у нас конкурс, про то, как можно получить индикаторы Александра. Сейчас также сделаю демонстрацию экрана, чтобы вернуться обратно. И расскажу вам про это. То есть было много вопросов, которые как раз вы задавали сейчас в чате. Но прошу понять. То есть очень много участников, очень много вопросов. И просто физически не получается задать вопрос, особенно в чате. То есть мы можем несколько часов потратить, разбирая какой-то вопрос. Поэтому для того, чтобы ваш вопрос попал в список, старайтесь его формулировать максимально понятно, задавать конкретный вопрос. И вопросы мы принимаем под записью видео. То есть в данном случае того видео, которое будет загружено на наш YouTube-канал. Вот сегодняшнее видео. Мы завтра его добавим. И я сейчас даю еще раз ссылку на наш YouTube-канал, чтобы вы смогли на него подписаться, получить уведомление о том, когда он, соответственно, будет загружен. И смогли спокойно оставить ваш вопрос. Как раз есть возможность о нем подумать, сформулировать. И он обязательно попадет уже в следующий вебинар. Единственное что, то есть у нас вебинары идут каждый месяц. У нас есть серия вопросов-ответов. То есть у нас есть даже тайм-коды к каждому видео. Вы можете также посмотреть предыдущие записи. И также большое интервью с Александром, которое мы делали два года назад. То есть там тоже многие вопросы разбираются. То есть я скажу честно, что некоторые вопросы мы не включаем, потому что про них мы говорили очень часто. Очень периодически Александр о них отвечал. И даже я периодически отвечаю на эти вопросы прямо под видео. То есть так как эти вопросы разбирались несколько раз. И, соответственно, здесь со своей стороны дальше про конкурс. Как проходит конкурс. Вы также под видео, которое загружается на YouTube-канал, то есть которое появится завтра, предлагаете одну акцию, либо другой инструмент, который торгуется или в Америке, или, например, валюту, или индекс, который торгуется также, например, в Admiral Markets. Но желательно использовать акции американских компаний, потому что Александр, например, торгует в большинстве Америку. И также его мнение в этом случае будет более актуально, потому что он работает на этом рынке. И за несколько дней до следующего вебинара, то есть у нас следующий вебинар пройдет 27 октября, поэтому там 25-26 октября вы можете оставлять под видео вашу акцию, и мы включим ее в разбор. Если акция присылается больше, чем за два дня до самого вебинара, мы не включаем ее в обзор, но она все равно участвует в конкурсе. И, соответственно, как проходит конкурс, мы замеряем поведение этой акции от дня сегодняшнего вебинара до дня предшествующего следующему вебинару. То есть, например, тот конкурс, акции которых разбирал Александр, то есть мы замеряем цену на… То есть цена входа – это сегодняшний день по закрытию рынка, а цена выхода – это за один день до следующего вебинара, то есть 26 октября. Это такой джентльменский конкурс, потому что понятно, что вы можете войти чуть раньше, или выйти чуть раньше, или зайти чуть позже. Но таким образом мы как раз имеем возможность собрать разные мнения от разных людей, то есть все видят рынок по-разному, и Александр дает как раз свою оценку. То есть в этом случае это, на мой взгляд, максимально ценно. И также, соответственно, я то, что еще хотел сказать по поводу индикаторов, сейчас я вернусь еще раз в нашу платформу MetaTrader 5, где у нас доступны индикаторы Александра. Сейчас я сделаю еще раз демонстрацию экрана. И покажу. То есть то, что мы как раз смотрели в самом начале, те индикаторы, которые я показывал на платформе MetaTrader 5, они доступны для клиентов Admiral Markets при балансе счета 200 евро на реальном счету. То есть мы предоставляем их бесплатно по согласованию, конечно, с Александром. То есть вот для наших клиентов мы имеем такую возможность это делать. И, соответственно, все те настройки, импульсная система, индикаторы MACD, индекс силы, он доступен на 5-ом MetaTrader, и мы помогаем настроить точно так же, как вы видите сейчас перед вами. Для того, чтобы сделать запрос как раз на индикаторы, нужно написать письмо на почту elderdiscsobakaadmiralmarkets.com. Сейчас я также приложу ее в чат, чтобы вы смогли скопировать и, например, сразу же написать. Если у вас пока нет открытого реального счета, то вы все равно можете написать. Я перенаправлю это письмо вашему представленному менеджеру или сориентирую о том, что, соответственно, необходимо сделать для того, чтобы открыть счет. Вот Алекс сейчас тоже обратил внимание в чат, когда писал почту. Алекс пишет, как быстро можно завести деньги, вывести их. Здесь любые те способы, которые доступны, карта, банк. Здесь, я думаю, что правильнее получить эту консультацию уже у вашего менеджера. То есть напишите мне на эту почту, и я вас также перенаправлю с этим вопросом. Наталья задает вопрос по поводу MT4. Нет, этих индикаторов на MT4 нет, по той простой причине, что четвертый метатрейдер уже несколько, скажем так, отмирает, и мы решили сфокусироваться на пятом метатрейдере, потому что там больше инструментов, больше доступных возможностей, поэтому эти инструменты доступны там. Но вы можете ввести счет и там, и там. У вас может быть два счета, и счет на MT5 вы можете использовать для анализа, ну и, в принципе, попробовать, насколько вам подходит эта система и подходит использование этих индикаторов, потому что, как сказал Александр, вряд ли вы будете использовать полностью его систему, но взять какие-то отдельные части и усилить вашу, это вполне поможет. Но в любом случае это нужно попробовать, и у вас такая, соответственно, возможность есть. Поэтому присылайте ваши запросы на почту elderdisk.com. Ваши вопросы и акции для конкурса оставляйте под видео на нашем YouTube-канале. Оно появится завтра уже там. И вы сможете его добавить в закладки, да, и за несколько дней до следующего вебинара, который у нас будет уже в октябре, как раз предложить ваши акции, которые будут участвовать в конкурсе, да, и Александр также разберет те акции, которые были присланы за двое суток до начала, соответственно, следующего октябрьского вебинара. На сегодня это все. Спасибо большое. Спасибо за вашу активность. Прошу прощения, да, что мы не успеваем, да, не имеем физической возможности ответить на все вопросы. Поэтому оставляйте вопросы на нашем YouTube-канале. Я их заранее присылаю Александру. Александр имеет возможность с ними ознакомиться и подготовить, что называется, свой ответ. Поэтому всем большое спасибо. Всем желаю хорошего вечера. Увидимся через месяц, да, и увидимся также на других наших вебинарах. Всем желаю хорошего вечера. Спасибо и до свидания. Спасибо. Продолжение следует...